Джейм. Этот добряк, играющий за Virtus.pro и ведущий свой блог на ютюбе, создает впечатление хорошего и душевного человека. Победитель мейджора. Сегодня я расскажу вам о том, какая грязь творилась в Virtus.pro после победы в Рио, и кто на самом деле виноват во всех неудачах. Уж не этот ли добряк, ведущий свой блог на ютюбе? Друзья, давайте договоримся. Если вам понравится ролик, вы поставите ему лайк, обязательно подпишитесь на наш замечательный канал и напишите в комментариях свое мнение обо всей этой ситуации. Договорились? Погнали! История этого состава начинается 9 августа 2017 года, с момента подписания молодой казахской командой «Авангар» перспективного россиянина Джейма. Троица Джейм Кикер Дастан с того дня сыграла вместе 168 тысяч раундов. «Авангар» была не просто киберспортивной организацией. Для молодых игроков клуб был второй семьей. У родителей и ребят был общий чат, где они называли владельца организации Кима и Йонгуна старшим братом своих детей. Йонгун — владелец сети компьютерных клубов в Казахстане, но помимо многомиллионных бизнес-сделок, Ким также сильно увлекался контр-страйком. Он даже играл за «Авангар» с заменой против четвертьфиналистов мейджора Кьюби Файер и вышел в плюс, обогнав бустера по статистике. Потренировавшись всего два месяца, казахам удалось выиграть майнер, пройти на мейджор в Бостоне, получить стикер в игре и обеспечить себя деньгами до конца жизни. В 2018-й «Авангар» вошли на 21-й строчке в рейтинге HLTV. Еще вчера об этих казахах никто не знал. Единственный результат за весь 2017-й — это и есть тот самый майнер после прихода Джейма. А за 2018-й год «Авангар» выиграли 11 турниров, заработали 178 тысяч долларов призовыми и стали частыми гостями на Тир-1 ивентах. Примечательно, что они имели самый молодой состав на про-сцене. Средний возраст игроков был чуть больше 19 лет. После замены «Димасика» на «Фича» «Авангар» удивили всех проходом в топ-4 на Тир-1 турнире «Эпицентр» в Москве, дав нехило просраться в полуфинале «Нави» на минуточку топ-2 команды мира на тот момент. Тогда было понятно, что Тир-2 уровень казахи переросли и готовы выходить на Тир-1. В 2019-й «Авангар» начали снова с победы на майнере, но на мейджоре в Катовице в решающем матче за выход в плей-офф не смогли одолеть будущих финалистов этого турнира «Энс». Но, приехав домой, казахи выиграли три турнира подряд, заработав в 10 раз больше, чем заработали на мейджоре. Одним из них стал «Дримхак» в Рио-де-Жанейро, и, как вы уже поняли, у троицы Джейм Кикерт Дастан в этом городе включается какая-то особенная победная аура. После турнира Джеймом и Кикертом заинтересовались «Натус Винцеры». Руководство «Авангар» всерьез задумалось об этом предложении и уже успело подобрать двух игроков им на замену — Бумыча и Норберта из «Винстрайк». Однако «Винстрайк» отказались отпускать игроков в Казахстан, и сделка сорвалась. Слушай, Тимыч, читаю еще сценарий, а ты почему не рассказал нашим подписчикам про сервис «Геймспорт»? Ты что, забыл? Подожди, ты про че говоришь? Ты про наших аналитиков, которые помогают людям зарабатывать на матчах киберспорта? Да, Тимыч, а про наших аналитиков, которые в этом месяце имеют проходимость более 75%. Плюс для всех новых клиентов разыгрывается iPhone 14 Pro и куча других крутых подарков. Такое пропускать, ну просто нельзя. Блин, ну да, это, конечно, косяк. Можно дать наш промокод «Геймспорт007», который дает 10 дней подписки бесплатно. Обязательно надо будет QR-чик оформить, чтобы можно было удобно сразу на сайт переходить. Ну и можно ссылку в описании еще оставить. Короче, придумай что-нибудь. В период после Рио команда следовала знаменитой на весь мир стратегии «Не палить стратой перед мажором» и проваливала каждый турнир, на котором выступала. Однако, приехав на StarLadder Berlin Major, их игра не стала лучшей. Авангард были в шаге от того, чтобы даже не пройти в стадию легенд. Но им повезло, что в решающем матче за слот их соперниками стали вот эти ребята. Пройдя на лаки в легенды, естественно, что в этой стадии результатов лучше ждать не стоило. Энс надавали казахам по попке 16-5 в первом же матче. При счете 0-1 в группе ребятам выпал самый легкий соперник из возможных — Ренегейтс. Но и их авангард обыграли с трудом. Да, ребят, ну какой вам плей-офф мейджора с такой игрой? Да еще и когда следующий оппонент — это Ликви, топ-1 команда мира. Казахи начинают 2-9 за сильную сторону на оверпассе, но камбэкают и выигрывают на допах. А в матче за выход в плей-офф выигрывают G2, унизив тех, введя 13-2 на третьей карте. А в следующем матче в четвертьфинале обыгрывают топ-2 команду мира Vitality. В полуфинале снова победа против Ренегейтс, и только финальный босс — золотой состав Astralis — разрушил мечты юных ребят на победу на мейджоре. Всего через пять дней после финала в Берлине в ангар уже играли первый матч на Бласте в Москве, за которым я, кстати, наблюдал из зала. Казахи без проблем выиграли тот турнир, чем доказали то, что они не на лаке прошли финал мейджора неделю назад. Эта победа подняла их на третью строчку в рейтинге HLTV, что не могло не заинтересовать российскую организацию Virtus.pro, которая несколько лет безуспешно пыталась вернуть на вершину польский состав. Йонгун собрал игроков и спросил у них напрямую, хотят ли они перейти в одну из самых знаковых организаций в киберспорте. Ребята ответили нет. А через неделю весь состав «Авангард» был продан Virtus.pro за приблизительно 2 миллиона долларов. Весь 2020-й медведи сосали кожаную лапу. Только в самом конце года им удалось собраться и выиграть 3-2 турнира подряд. А на одном из самых главных чемпионатов уже в начале 2021 года АМ Котовице Virtus.pro дошли до финала, не справившись с Gambit в последнем матче. Мишки поднялись с 39-го до 3-го места в мировом рейтинге, но недолго их песня пела. Очень скоро они вернулись к своему любимому занятию с лапой. А их единственным неплохим результатом был выход в плей-офф стокгольмского мейджора. Чем занимаетесь? Да вот сосу. В начале 2022-го ВП получают бан от турнирных операторов за поддержку правительством РФ. Организация разрешает игрокам продолжать выступать на турнирах под нейтральным тегом Outsiders и новым логотипом. Кстати, на логотипе изображен не медведь, а медоед. Тонущий корабль моментально покидают Екиндер и Бустер. Первый даже выкупил свой контракт УВП за огромные деньги, лишь бы не сидеть у них в запасе. Команда скатывается на 16-ю строчку в рейтинге HLTV, и Джейм впадает в глубокий тильт, что видно по его трансляциям. 31 мая Virtus.pro подписывают дуэт из К-23, Фейма и Норберта. Первый вообще был никому неизвестен, а второй был известен только по этому клипу. Блять, еще и Норберт в команде, сука, ну за что мне эта хуйня? В новый состав «Медведей» не верил никто. Да что там говорить, после провала на первых турнирах и сам лидер команды разуверился в заменах. Джейм наговорил о новом составе такого, чего до этого не позволял себе ни один капитан. Мы выложили полное видео о своем новостном телеграм-канале, переходите по QR-у или по ссылке в описании и смотрите. После, когда Али слегка подостыл, на своем стриме он выдал следующее. Что нужно делать, чтобы появилась мотивация с нуля организовывать командную игру? Я не знаю, челы, я сейчас это делаю, и это очень тяжело. Почему кто-то делает замены и выигрывает чемпионат, а кто-то делает замены и проигрывает в салат? Приехав в октябре на РМР, аутсайдерсы идут точно по такому же сценарию, по какому шли авангар в Берлине. Кое-как выходят на мейджор, обыграв проходного соперника в матче за слот, а прилетев в Рио, их тут же отшлепывают Маус 16-6. И точно так же, как в Берлине, на 0-1 сетка дарит им самого легкого соперника, монголов, 47-й строчки в рейтинге, которых медоедам с трудом удается обыграть. А дальше легкий попуск топ-2 команды мира Виталити и халявный слот в легенды в игре против полудохлых Фнатик с 19-й строчки в мировом топе. В следующую стадию аутсайдерсы снова начали с поражения против Хероик, а закончили победами над NIP, Spirit и Маус. Топ-11, 13 и 9 рейтинга HLTV. Хорошо, путевка в плей-офф есть. Что мы получаем здесь? Снова Фнатик, снова Маус и на десерт Хероик прямиком с 10-й строчки HLTV. Чемпионский кубок, 500 тысяч долларов, путевки на мировые финалы Бласта и на АМ Котовице и отдельная капсула со стикерами, обеспечивающая игроков деньгами до старости. Круто? Или нет? Начнем с того, что ни одна из трех лучших команд мира, FACE, Vitality и Liquid, не прошли в плей-офф мейджоров в Рио. G2 туда же. Топ-4 и топ-5 Na'Vi и Cloud9 вылетели в первом же раунде. А самое интересное, что сами аутсайдерсы не сыграли ни одного матча против команд из топ-5 за все три стадии турнира, не считая BO1 против Vitality. Объяснить такой феномен можно нереальной бразильской толпой, которая буквально съедала оппонентов своих домашних команд. This will be another must-win round from the bottom performing player of FURIA. Over the stairs, over the clock, the FACE, now he spams him out. And that's what he's known for. That's the late game. Oh, he's lost now! No kids! No kids! Na'Vi fumble the bag! Divine intervention in Rio! Наши парни, к счастью, получили кусочек этой поддержки. Скорее всего, это связано с капитаном команды, внешне смахивающим на главный символ их города. И ладно, казалось бы, пусть местами повезло, но ребята отлично выступили, долго и упорно готовились. Давайте теперь закрепляйте статус лучшей команды. Или че? Приехав на следующий турнир и проиграв два из двух матчей, аутсайдерс объявляют о том, что они заменяют Норберта на молодого игрока Авроры Кайрона. Через месяц после победы на мейджоре. Меня зовут Кайрон, и я игрок Virtus.pro. Я стремился к этому с самого детства. Золотая медаль в школе. Первый разряд по плаванию. Трайхардер в КС. Джейм был прав. Я четко знаю свою цель. Я Кайрон. И я игрок Virtus.pro. Да, это звучит максимально глупо, но да ладно. Молодой перспективный Кайрон реально неплохо выглядит на фоне Норберта. Ему уже давно предвещали будущее в большой команде. Может и сыграются. Аутсайдерсы выходят в плей-офф на двух следующих крупных чемпионатах. Турнирные операторы снимают бан с организации, и ребята приезжают на отборочный РМР к парижскому мейджору под тегом Virtus.pro. Начинают мишки с легкой победы над СОУ, но затем отдают камбэк против Бейт и проигрывают Интерзе Бридж, которые после выйдут в плей-офф мейджора. У ВП одна победа и два поражения в группе. Еще один луз, и команда останется без мейджора. И тут происходит то, чего никто не мог ожидать. 8 апреля. За 4 часа до старта решающего матча Virtus.pro на вылет, снайпер команды OG пишет у себя в Телеграме, что неожиданно встретил на турнире одного чемпиона мейджора, Норберта. Девушка Давида, проснувшись утром, думала, что ее парень гуляет с собакой, а он уже готовился к матчу с Маус в Копенгагене. За 3 часа до матча Virtus.pro официально объявляют о замене Кайрона обратно на Норберта. Они обманули организаторов турнира, сказав, что у Саши закончилась шенгенская виза, а для комьюнити выпустили такое объявление. Молодые игроки не сразу приспосабливаются к давлению ланов, поэтому Давид сегодня заменит Александра в составе команды. О да, бедненький Кайрон, влетающий в свой смог, убивающий лучшего игрока мира и электроника, выигрывая клатч 2 в 4 против Na'Vi, в первом же своем матче на большом стадионе передает Николаю Петросяну большой привет. Как-то не похоже на то, чтобы этот парень нервничал, он больше всех фрагов в этом матче дал. Как я и говорил в начале года, Норберт блестящий игрок, на которого мы рассчитываем. Сегодня ему предстоит показать все, на что он способен. Маус в лед уничтожили Virtus.pro, отправив Мишек паковать чемоданы. За несколько дней до турнира на сайте киберспорт.ру вышла вот такая вот статья. У Virtus.pro самая легкая сетка. Билеты в легенды уже оформлены. Да, билеты уже оформлены, но явно не в легенды. Самое интересное только начинается. Руководство запретило игрокам появляться на интервью, рассчитывая, что все быстро забудут про этот обсер века. Однако после того, как комментатор Бласта проболтался об этом, комьюничина бросилась на ВП с таким хейтом, что Петросяну пришлось вновь выкатывать официальное объявление. Почему была сделана замена? Потому что результат первых двух матчей на РМР оказался неприемлемым. Мы решили рискнуть и экстренно вызвать Норберта, но, к сожалению, слишком многое было упущено в первые два дня. Также SEO Virtus.pro признал, что информация про закончившуюся визу Кайрона недостоверна. Но это еще не все. Оказалось, что решение о кике Норберта принимало не руководство клуба, а сами игроки. Об этом доложил SEO Hellraisers. Они поставили ультиматум. Либо он, либо мы. А глядя на вот этих ребят, не похоже, что у них есть свое мнение. Поэтому, скорее всего, все это учинил капитан команды Джейм. Причем Давид узнал о своем кике не от своих тиммейтов, не от тренерского штаба, а вообще случайно от третьих лиц. На мейджоре решение вызвонить Норберта также исходило не от руководства, а от игроков. От игрока. А после летейшего провала Джейм запостил в своем телеграмме клоуна. Прилетев домой, Virtus.pro продолжили свою гениальную трансферную политику. Теперь они решили, что им не подходит Кикерт, проигравший вместе с Джеймом и Дастаном 6 лет. Команда принялась искать нового игрока. Они протестировали 6 разных кандидатов, включая Патси и Интерза, но ни один из них не подошел Джейму. Поэтому на ESL-челленджер Котовец и ВБ поехали в старом составе. Этот СИР-2 чемпионат им удалось выиграть, и тогда они решили не убирать Кикерта. Однако 5 июля с Норбертом происходят несчастные случаи. Парень ломает правую руку и пальцы на левой. Буквально на следующий день руководство подписывает 27-летнего мира, а через неделю выставляет на трансфер Кикерта. То, с какой легкостью Virtus.pro во главе с Джеймом делают замены, поражает. Это самые лицемерные люди в киберспорте. Выиграли Рио на отличном вайбе. Провалили последующий бласт и сказали, что не страшно, мол, все силы потратили на мейджор. Но через несколько дней кикают своего товарища по команде и заявляют, что оказывается, бласт имел значение, и обидное поражение на нем – основная причина изменений. Смелости рассказать о кике Норберту лично мужикам тоже не хватило. Взяли молодого Кайрона, называли его более сильным и талантливым, но не дав возможности сыграться, посредине третьего турнира Саши по тегам ВП вышвыривают его как проститутку и вызывают другую. После пролета мимо мейджора мишки задумываются – хм, а не проститутка ли Кикерт? Давайте его кикнем после ESL-челленджера. О, мы выиграли турнир. Кикерт? Оставайся в команде. Что? Норберт сломал руку. Кикерт? Нахуй. 27-летний мир? Велкам. Если вам нужен ответ, почему Virtus.pro вечные топ-3 в СНГ, то проблема не то, что даже в лицемерии, в неуверенности. Капитан команды не уверен в каждом своем решении, а потому принимает их поспешно и очень быстро их меняет. И пока Virtus.pro остается джейм, они никогда не станут лучшей командой в СНГ. Помните, о чем мы договаривались вначале? Понравился ролик? Оставьте ему лайк и оформите подписочку на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok